так снимаем обзор на жуки к 3 2005 года 600 кубов команде можно сказать обзоров мало по ним мотоцикл 2003 года звуки gsxr к 3 пластик частично мнений частично родной морду еще не окрашена стоят нештатные тормозные диски behringer тормозная машинка машинка сцепления поездили когда не бог заняты тем же мы следующем сезоне задний мартизатор юринс со всевозможными регулировками выхлоп прямо ток нештатный просто какая-то фигня солишки выглядит довольно спортивно красавчик хочется восстановить его первоначальное состояние куплен был около 300 тысяч рублей 1024 году работ по нему производилась довольно много не было поворотников нормальных не подключены были купил установил подключил задние также даже фара задние отваливалась вот вы неспокалово временно пока некогда заниматься получается регулятор напряжения вот сюда вот вроде пока живет буду переносить хвост нормальные провода толстая и перенести туда вот автомобиль канадец не знаю вроде в этом поколении не было столько лошадиных сил но по птс написано что в нем сто двадцать три лошадиные силы насколько я знаю не должно быть то ли 116 то ли 118 лошадиных сил не знаю может быть для канада действительно были какие-то другие там эмиссионные стандарты и так далее смысле и стандарты выхлопа разгоняется бодро довольно была ошибка получается по моему 131 когда его купил все облазил во-первых диагностика сначала не подключалась пока заработала диагностика по по колонному ошибку оказалось что по датчику включенной передачи ошибка купил датчик полез его менять оказалось что проводка на датчик просто было кем-то колхозно сделала взял восстановил все заработал он перестал быть диким на первой передаче на всех начал нормально расходует топливо сходил уже на дальняк 240 километров и получается сейчас уже наездил до 315 было заправлено 15 литров топлива из которых вне города только получается 240 и вот до сих пор еще даже лампочка не горит то есть я так предполагаю что он где-то но в районе четырех литров может даже трех ест за городом точно причем мы шел на 6 передачи но я ехал за городом не сильно медленно и до 6 160 170 дорога не ровно с поворотами с горами кто в икутской области живет икутский знает на дорога на большой голову на вот туда сходил мотоцикл очень нравится все кто горящий 6 сотки не для новичка это у меня первый мод первому сезон не носить не на советском мотоцикле сутка нравится тем что у нее очень момент нарастает плавно то есть можно регулировать можно ехать быстро можно не быстро если не хочешь гонять можно и потихонечку и вот тот самый минус что говорят что 600 к плохо что она не подрывает сразу наоборот хорошо для новичка что ты можешь регулировать ты можешь ехать и в городе нормально не газовать сильно можешь газануть конечно если хочешь удобно что переключение мало в городе то есть принципе из тебя не заботит особого звук как бы работающего двигателя ревящего через этот прямоток можно и на 1 передачи весь город проехать не переключаясь то есть удобно не обязательно там щелкать 2 3 как там на некоторых вот на цикл довольно быстрый по воротах стоит хорошо резина подношена на нем но это michelin стоит по моему пилот power что ли не помню какой держит хорошо особенно когда тепло покупала его в апреле в апреле она херово уже держала ну то есть будет там около может нуля градусов да она конечно дубе и но на всякой людей поэтому как-то так вот был окрас нескольких элементов получается по нему крыло и тут подкрашивал пока так на первый сезон пока колхозное увидим матовый цвет а тут здесь было трещина еще до сих пор не восказано все пластик планирую брать новый весь китайский но хороший преобразить его красивый был на крышке пробег сорок четыре тысячи сейчас масло не ест увидим вот она маслица мотыль залит подвеску под настроил под себя была зажатая полностью довольно на самом деле комфортно еленцы вот эти на жопе когда под настроил заднее колесо держится вообще как в литой андрель то есть она не скачет всегда она в контакте с дорогой ни разу ничего не заносила не сносила не на кочках нигде как приклеена держится хорошая подвеска даже подумал может быть что не с передней вилкой сделать сначала и надо перебрать и потому что по моему в правом перее вообще мало очень масло потому что она не подтекает совсем вот что еще сказать сначала была скользячка у меня здесь вот этот видно я скользнулся на песочке перегазовал с непривычки в горку большую довольно с уклон на малой скорости и вот результат так что будьте осторожны с песком не гоняйте на песке стоят также тюнинг и получаются эти лапки и ножки как они называются не стандартная в самый низ опустил комфортно так гонять задний маятник с тормозами как я понимаю стоит от 750 ки он более жесткий вот так в принципе лучше изменений нет давайте включим посмотрим как у нас заводится насос сработал нейтраль довольно агрессивный звук это причем я туда еще выхлоп получается напихал там чтобы он стал немножко потише нельзя сейчас надо нормальный выхлоп покупать на следующий сезон хочу родной не нравится мне что он сильно громко работает вот так же можно посмотреть что пробег 44000 только недавно стал 43 покупал вот это получается 321 километра пробег на 15 литрах и еще даже не горит лампочка вот это вот довольно экономичный спортивный мощный посадка в дальняк конечно устаешь но потом привыкаешь немножко ложишься на бак уже не так зато быстро приятно ну 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 работать стал после замены получается проводов на датчике скорости ищенный довольно ровно до этого ровно не работал жирал очень много наверно чуть не 8 лет traffic delberm breakfast Так что если у вас ошибка какая-то горит, возможно в ней проблема, если расход большой. Такая вот история. Первый раз видео записываю. Мод очень нравится, не планирую менять, планирую его доделать, доработать. Вообще мне он нравится тем, что у него рама такая же по размеру, как у 750 кг и у литра. Он такого же размера, более, скажем, массивный, классический, чем даже те уже кат 4, кат 5 пошли, они уже немножко поуже такие смотрятся. Этот прям такой болит. Вот. Валит на все деньги. Стекушку еще хочу заказать МРА. Тоже оно получше будет. Все-таки иногда хочется немножко повыше сидеть на нем. А так вообще мод классный, рекомендую покупки. Дарит кучу эмоций, удовольствия. Внимание окружающих вам обеспечено. Кстати, причем часто детей. Очень часто подходят, просят газануть там пацаны какие-нибудь. Мелкие на районе. Очень им нравится. Даже просто едешь, бывает, говорят, что у вас очень классный мотоцикл. Показывают пальцы вверх там и так далее. Хотя рядом едут, я не знаю, бывают там вот эти вот городские всякие байки сейчас, которые покупают там 300 кубовые, там двухцилиндровые эти. И к ним такого внимания нет, так не говорят. Этот смотрится прям как спортивный. Как-то так. Забыл сказать, у джиксеров, в отличие от других 600-х, по-моему, практически на всех поколениях у них отличительная особенность, что у них стоит штатный демпфер рулевой Юлинс. Вот он. То есть это не тюнинг. Он устраивается. Довольно прикольная штука. То есть для того, чтобы не было воблинга. Ни разу его не ловил на нем. Ну, я сильно пока еще не гоняю, не освоился. Максимум, там, по трассе даешь, там, ну, 140, 160, 170, больше. Пока еще, считай, для себя рано гонять на такой технике. Но он дает ощущение даже и до 60 км в час незабываемое. Не знаю, может быть, искушенные какие-то люди говорят, что спорты не едут с низов. На других не ездил, не могу ничего сказать. Но могу сказать, что до 60 даже километров в час на первой передаче явно быстрее любого потока. Явно быстрее многих дорожников, которые рядом с вами стоят в пробке. То есть где там что он не тянет, вообще понять не могу. Может быть, конечно, более новые спорты не тянут с низов совсем. Но этот уже с 2-х, с 3 тысяч ускоряется. Особенно, когда я еще не сделал нормальную топливоподачу. И из-за датчика, получается, включения передач. Он накладывал топливо столько, что там просто съезжаешь вот сюда, вот на эту заднюю получается упор. Если не держишься нормально и прямо так испытываешь перегрузки. Ну, потом уже, конечно, ближе там, когда он разгоняется, уже там 50, 60, 70 уже прям вообще ускоряется хорошо. Там уже где-то, наверное, около 6. Но вот все говорят про какой-то подрыв на спортах на 6 тысячах оборотов, на 8, там еще где-то там. Не заметил у меня никакого явного подрыва. Начинает ебашить, так и ебашит до самого конца. Конечно, потом динамика вырастает, но какого-то явного пика я не заметил. Так что, в принципе, все. Мод не тяжелый, этим он тоже не нравится. Забирал еще, хотел в Дукате купить 900СС, если кто знает такую. Поворочил ее, она, может быть, и не вес по-другому распределен. Может быть, эта рама птичья клетка мешает. Но вот эта, получается, гораздо легче. Гораздо легче ворочится, перекладывается. Удобнее управлять тягой, потому что она линейно возрастает. Вообще, 4-х цилиндровые вот эти движки, любые, они хороши тем, что у них линейно возрастает тяга. Если вы берете, там, твин, там, или какой-то городской байк, который снизу более моментный. Ну, не знаю, где-нибудь под колесами у вас, под задним будет, там, песочек, вода, еще что-нибудь такое там в повороте. Чуть-чуть вы ошибетесь с газом, и все, и вылетели. Он в одну сторону, и в другую. Поэтому из этих соображений взял Спарта 600-ку, из-за того, что у него линейный мотор. Что линейно возрастает тяга, и момент, то есть, если на графике, что это значит? То есть, на графике, когда смотришь мощности, то, получается, мощность растет вот так вот, без всяких, там, горбов, там, и так далее. Практически, как на моторах BMW. Поэтому удобный, удобный мотоцикл. Конечно, возможно, посадка могла бы быть и поудобнее, но, честно говоря, каких-то особых затруднений с ней не испытываю. Чуть-чуть попривыкаешь, конечно, в дальние дороги приходится, там, не знаю, там, на 100 километров, там, 150, пару-тройку раз встать, чуть-чуть размяться, но, как бы, этого хватает вполне. Да, и не каждый день ты ездишь, только километр даже на машине. Поэтому, поэтому хорошо. Нравится то, что он легкий, то, что он не тяжелый, потому что, если вы берете какую-нибудь даже 400-ку, Kawasaki, да, она будет такого же веса. Этот весит, что-то, 168, что ли, снаряженная, сухая масса. И в 185 или 187 заправленный, то есть с тормозной жидкостью, с маслом, с антифризом, с полным баком. Бак здесь 18 ммл. Вот, около, там, чуть меньше 190 килограмм, в общем, и вес распределен довольно хорошо, правильно. Поэтому нравится его управляемость. Тормоза хорошие. Не ездил на других, на которые все хвалят, там, Brembo, там, и OER1. Говорят, что хорошие тормоза. Может быть, там, конечно, хорошие, но здесь тоже неплохие. Хорошо останавливаются. Главное, чтобы резина хорошая была, чтобы она позволяла передать этот тормозной момент на асфальт, на поверхность. И условия соответствующие были. Стоят тут также, получается, армированные тормозные шланги. То есть это вот видно. Вот они. Спереди. Сзади тоже армированные. Сзади стоят, получается, двухпоршневый. Да, двухпоршневый суппорт. Он не плавающий. Это видно. Тормоза. Тормозные диски хорошие, неизнушенные как спереди, так и сзади. А спереди токика стоят четырехпоршневые. Видно, вот там еще цилиндрики тоже, с каждой стороны. Ну, такое сейчас не на каждом автомобиле найдешь. Так что считаю, что это очень круто. Двигатель здесь у него сухой, чистенький. Не видно вот там. Все сухое. Ну, запыленное просто. Пробег, не сказать, что сильно маленький. Но, в принципе, говорят, что они и под сотку ходят, если что. Да, и на самом деле. Альтернатив ему за эту цену нет. Почему еще взял? Потому что он на инжекторе. То есть, джексеры, которые вот эти вот 600-ки там, литры там и так далее, с 2001-го, получается, года, по-моему, не пошли. И с 2000-го именно на инжекторе. То есть, у вас нет никаких проблем там с этими карбюраторами, их прочищать, синхронизировать, еще что-то с ними делать. Ничего делать не надо. Просто исправный аккумулятор, исправная электропроводка. Завел, поехал. Все. Ну, прогрел только. Так, кстати, у него есть, получается, тут небольшой рычажок прогрела. Там вот он. Как на карбюраторах. Не так понимаю, это потому что инжектор еще такой. Первых моделей у него в выхлопе. Выхлоп тут прямой стоит, титановый, без всяких вообще катализаторов, без всего. То есть, штаны, они начинаются отсюда, 4 в 1, и вот они выходят. Там нет ничего. И, соответственно, у него и датчика, по-моему, нету лямбды. Он не понимает, какая смесь готовится. В итоге просто, видимо, накладывает ее, исходя из оборотов, там, ручки газа, там, передачи и так далее. Да, кстати, датчик переключения передач стоит он с другой стороны, под крышкой, где звезда там, получается. Стоит вот здесь вот. Вот здесь вот, получается, под этой крышкой ее снимать, и там в глубине стоит датчик, он такой, с шестью контактами, по-моему. Когда вы включаете передачу, он видит, какая передача. И пока он у меня не работал штатно, он накладывал столько топлива, что валил он очень страшно. Даже владелец, который мне его перегонял весной, в апреле, он, когда с него вслед сказал, что будь с ним очень аккуратен. Это было именно потому, что смесь неправильно готовилась. А сейчас, когда он видит все передачи, он, ну, довольно, скажем так, нормально, адекватно накладывает топливо на каждой из передач. И использовать его стало гораздо удобнее, просто в разы. Не так стало страшно к нему подходить, хотя все еще он удивляет. Так что вот так вот. Видео такое снято для того, чтобы запечатлеть его в изначальном, грубо говоря, состоянии, более-менее в порядок перевел, чтобы можно было на нем ездить, чтобы все работало, то, что должно работать. Вся светотехника, тормоза. Настроил, получается, сцепление правильно, настроил ручку тормоза. Масло в левой штанине поменял, больше у меня просто особой пока не было. Вот, надо быть полностью с остальниками заменить на следующий сезон. Пластик купить. Почу китайский взять, потому что родной нереально нормально достать. Он весь уже деланный, переделанный. Не знаю, зачем за ними все гоняются, за этими родными пластиками, потому что они все уже все равно не новые. Все паяние какие-то и так далее. Что толку от родного, собранного там за сколько в пластика, когда можно нормальные китайские поставить? Они сейчас есть, хорошие. Так что вот, и свет, 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 свет у него получается дальний и ближний. Две лампочки, аж четыре. Улыбка такая, как у человека прямая. То есть, получается, они одинаковые. Как на старых автомобилях, аж четвертая лампочка, переключение дальний и ближний свет. В принципе, если по загородной долге, вот я ехал, ну там 60-80, видно нормально. На ближнем, особенно, пучок такой концентрированный, спереди получается. Видно все хорошо. А если да, не включаешь, он не такой концентрированный пучок, размазывается и в сумерках не очень видно, но что-то решать. Может быть, фара просто грязная, не знаю, но хочется получше свет. Может быть, фары другие поставить, но опять же вопрос к регулятору напряжения. Это будет повышенная нагрузка. Как он вынесет, нет, он и так уже работает, как будто, довольно напряженно. Поэтому, если есть у кого-то мысли, соображения, как решиться светом и с регулятором, может быть, с самим генератором, может, от литра поставить, я не знаю, мощнее он или нет. И поставить сюда уже нормальный свет. Ну, хочется, конечно, линзованный, либо лазер какой-то, чтобы тебя хорошо видели, замечали и сам, чтобы дальний был заливающий, такой мощный, чтобы видно было хорошо. Потому что даже вечером вот так вот прокатиться где-то, не везде в городе есть свет, чтобы и сам видел, куда едешь, и тебя видели хорошо. Потому что мотоцикл часто не замечают. Что еще добавить? Если хотите такой, берите. Техника надежная. Даже в таком состоянии никаких вопросов по эксплуатации она не вызывает. Ездишь, да ездишь, как бы. Ну да, внешка, понятно, что требует, скажем так, ухода. Ну, а в остальном завел, поехал. Все, никаких вопросов. Бензин намного не тратит. Доставляет много эмоций. Выглядит как спортивный, но он и есть спортивный. При случае можно и, не знаю, там стрелку положить. Страшно, конечно, на наших дорогах. У нас не московские тракты там всякие. И не питерские. У нас прямых дорог мало. Поэтому история больше про повороты. Но он и в поворотах хорош. Поэтому довольно универсальная на самом деле техника. Классно. Очень нравится. Если кто думает, если более-менее какой-то живой экземпляр не течет, не пердит, нормально работает, то он как Toyota Corolla. Запускается, работает, не подвисает обороты. Все, можно брать. Масло он тоже не берет. Не знаю, родной, не родной это пробег получается. Там 44 тысячи. Но масло, вот как я сейчас показывал, как было, так и есть. Никуда не уходит. Все замечательно. Поэтому. Хотя я не думаю, что его сильно берегли. Судя по его внешке. Где-то его, видимо, роняли уже. Тем не менее, техника живучая. И этим она привлекает на вторичном рынке. Так что вот. Надеюсь, увидимся еще с ним в следующем году. И будет больше интересных видео. Все. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok